Микрофон! Начинай! Здравствуйте, меня зовут Палухин Антон, и я являюсь одним из разработчиков Boost. И я бы хотел вам рассказать о том, как написать свою библиотеку, о том, какие инструменты и технологии вам помогут в этом деле, и о том, как ваша библиотека может быть принята в Boost, о шагах, которые необходимо проделать, чтобы ее приняли в Boost. Собственно, презентация поделена на две части. Это некая общая часть, которая полезна, может быть, всем, и Boost-специфичная часть, непосредственно описывающая процесс ревью. Ревью — это принятие библиотеки в Boost. Собственно, начнем. С чего начинается у нас разработка библиотеки? Ну, как правило, мы наталкиваемся на какую-то проблему, смотрим, что существующие решения недостаточно хороши, и разрабатываем что-то свое. Так вот, если ваша библиотека решает такую проблему, которая затрагивает множество пользователей, и решает эту проблему хорошо, в этом случае ваша библиотека может стать кандидатом на прием в Boost. Кроме того, при разработке библиотеки стоит учитывать то, что вашей библиотекой будут пользоваться как и профессионалы, так и начинающие. И следует предусмотреть как сложный интерфейс, который позволяет множество вещей проделывать, так и простой интерфейс. Простой интерфейс — это, как правило, одна функция, которая большому числу пользователей нужна. К примеру, проблема, которая есть в C++, это отсутствие механизма работы с плагинами. То есть есть некие платформоспецифичные вызовы, есть библиотеки, которые недостаточно хороши, потому что заставляют вас использовать очень специфичный API, множество макросов. Так вот, если мы разрабатываем такую библиотеку для работы с плагинами, то простой функцией — это будет функция import, то, что импортируем из плагина. Ну, здесь она принимает в качестве шаблонового параметра сигнатуру того, что мы импортируем, а runtime параметры — это, собственно, путь до плагина и имя того, что мы импортируем. Как писать хорошие C++ библиотеки, здесь все присутствующие знают, поэтому мы поговорим немного о других вещах. Поговорим мы о переносимости. Библиотеки Boost работают на всех известных платформах, на всех популярных платформах и тестируются на всех этих платформах. Если вы сами разрабатываете библиотеку, то протестировать на всех платформах крайне сложно. Моя рекомендация — это остановиться на платформах Linux и Windows, потому что если ваша библиотека работает на Linux, то проблем с переносом на macOS и на Android либо вообще не будет, либо это будет минимальное количество проблем. Ну а Windows — популярная платформа, у которой API уникален. Итак, пару слов о стандартах. В последнее время у C++ большое количество стандартов. Многие здесь присутствующие наверняка используют достаточно старые стандарты в связи с корпоративными правилами и прочими вещами. Соответственно, если вы разрабатываете библиотеку, то желательно, чтобы она базировалась на стандарте C++ 98. Это было одно из требований Boost, а сейчас от него потихонечку отходят. То есть библиотеки Boost, обязанные работать на C++ 98, могут использовать фишки из более новых стандартов. Отходят от этого правила в связи с тем, что появляются библиотеки, которые невозможно реализовать на старом стандарте C++. Примером такой библиотеки может быть библиотека HANA. Название не я придумал. Смысл этой библиотеки это то, что она предоставляет простой механизм для метапрограммирования. То есть там все метафункции, они выглядят как обычные функции. Они вызываются с круглыми скобками. И смысл в том, что эту библиотеку просто невозможно реализовать на старых стандартах. Здесь используются везде в ряде ктемплейты, constex, pre-auto, decal-type. Внизу там где-то даже использовались в ряде переменные. Соответственно, если ваша библиотека может работать со старыми стандартами, лучше, чтобы она работала со старыми. Ну, это пример использования библиотеки HANA. Здесь функция make, которая на Compile Time может создавать объекты TAPL. Притом TAPL не надо явно указывать шаблонные параметры. Функция make сама их обнаруживает. Пару слов по поводу лицензий. К несчастью, большинство проектов, которые я видел на джетхабе, начинающие проекты, у них не указана лицензия. Это большая проблема, потому что если у вашего проекта не указана лицензия, его очень сложно использовать. Коммерческие всякие продукты, скорее всего, просто не будут использовать вашу библиотеку. Опенсорсные проекты будут побаиваться использовать вашу библиотеку. Если вы не указали лицензию с самого начала, и у вас появились пользователи, которые делают какие-то контрибьюшены, какие-то подношения в вашу библиотеку, вам при смене лицензии или просто при ее указании придется спросить разрешение всех, кто контрибьютировал в вашу библиотеку. То есть лицензию лучше сразу указывать, сразу решать обо какой лицензии вы пользовались кстати если вы клонировали чужой проект ну или просто взяли исходники их развиваете вы тоже не имеете права менять лицензию некоторых людей я видел которые об этом не догадываются мы подходим к тестированию тестирование это важно и библиотеки boost прямо-таки помешана на тестирование к примеру вот так выглядит маленький кусочек тестовой матрицы для одной единственной библиотеки boost вариант для одного единственного бранча собственно зоркие пользователи могут заметить что тут ползунок крайне влево сдвинут то есть слева там еще несколько экранов этих тестов которые отображаются на этой матрице мы видим то что код хорошо работает на большинстве компиляторов некие проблемы с microsoft visual studio 14 которые еще не вышло ну здесь собственно можно посмотреть что там за проблемы увидеть сообщение об ошибке командную строку с которой это собиралось и увидеть что у меня чуть-чуть сползло и увидеть контакты человека который собственно запускал эти тесты то есть можно будет связаться но этот хороший инструмент доступен только для тех библиотек которые внутри буста что делать если вы еще не являетесь частью буста ну если ваш проект хостится на гитхабе то пожалуй лучшее чего можно достичь это вот такая простенькая матрица сейчас я расскажу о ряде сервисов которые позволяют ее строить эта матрица это показывается прямо внизу ридми то есть ваш проект вы туда добавляете ридми я ну прямо на веб странице показывается такой матрицы все сервисы о которых я буду говорить одни бесплатные для open source проектов если вы коммерческий разработчик там какие-то небольшие отчисления нужно платить этим проектом собственно travis continuous integration это сервис который начинает запускает некий скрипт который в котором вы указываете там тесты которые вы хотите прогнать как собирать вашу библиотеку так вот вот этот скрипт он будет запущен на каждый пуш в github то есть вы внесли какие-то изменения закомитили запушили на github тревис автоматом запускает скрипт и начинает тестирование можно посмотреть как выглядят тесты из плюсов еще то что вы можете указывать различные флаги при сборке то есть здесь собирается в двух стандартах в 98 стандарт используется и 11 стандарт при тестировании библиотеки boost dll можно кликнуть на одну из ссылок увидеть консоль сообщения о сборке ошибки если они имеются ну и пожалуй на этом все строить continuous integration переходим к следующей очень хорошей утилите очень хорошему сервису который мне нравится это называется coveralls смысл этого сервиса то что он показывает покрытие тестами ваших исходных кодов он запускается тоже на каждый билд интегрируется строить continuous integration мы можем посмотреть детали первого билда вот к примеру увидеть то что увидеть наши исходные файлы насколько они покрыты тестами кликнуть на одном из исходных файлов и даже увидеть строчки которых которые во время тестирования заходила наша программа наша тестовая программа строчки которые не выходили ну не заходили те которые красные еще у них недавно появилось обновление теперь если вы с разными переменными окружения собираете проект они еще показывают строчки которые были только с одним с одной переменной окружения с одним стандартом протестированные строчки которые были протестированы с другим стандартом сервис очень хорош в том плане что с помощью него было найдено несколько серьезных ошибок в boost варианте причем ошибок которым уже десятилетие смысл в том что boost вариант в зависимости от шаблонов которые подставляются в класс вариант генерирует свечи функции и в зависимости от стандартов из параметров которые у него подставляются абсолютно разные наборы функции генерируется которые он использует собственно с помощью этого сервиса удалось выявить набор функций в которые тесты до этого не заходили обложить их тестами и найти ошибки ну и последний сервис о котором мы все хотелось сегодня поговорить это статический анализатор каверите это тоже онлайн сервис он тоже интегрируется же цвет хабом из недостатков это то что у него достаточно срод сложные настройки а из плюсов то что он позволяет обнаруживать некие ошибки вот к примеру здесь он нашел то что ряд переменных класса пас они не инициализируются в конструкторе он об этом выдает сообщение можно проинвести про посмотреть поподробнее в чем проблема и найти ошибки со сторонними сервисами пожалуй все немного пару слов о документации ваша библиотека должна иметь документацию чтобы пользователи могли пользоваться это одно из требований и буста и вообще это хороший тон иметь документацию к вашей библиотеке случае если вы хоститесь на джит хабе достаточно просто сделать хорошую документацию вы делаете ветку gh pages пушаете в нее html страницы и получаете веб-сервер который отдает пользователям html собственно внизу пример того как это работает буст рекомендует в документации иметь набор секций собственно они представлены на экране мотивация это краткое описание зачем нужна ваша библиотека что она делает почему она лучше других к примеру там boost плагин библиотека для импорта и экспорта плагинов быстрый старт пара очень коротких примеров как начать использовать вашу библиотеку то есть как импортировать функцию плагина как экспортировать что-то из плагина туториал это уже более продвинутые примеры развернутые с большими описаниями очень важной секции на мой личный взгляд является секция обоснования решений когда вы разрабатываете библиотеку как правило разработка библиотеки занимает месяц иногда годы и спустя какое-то время сложно вспомнить почему вы приняли то или иное решение о имплементации библиотеки почему вы используете string view а не const std string по ссылке какие-то другие вещи это вам еще поможет в случае если вашу библиотеку будете давать библиотеку на boost review потому что будут вопросы почему вы поступили так или иначе почему вы приняли то или иное решение собственно это секция обоснования решения скорее подсказка шпаргалка вам что вы ничего не забывали своих принятых решениях мы подходим уже вплотную к принятии библиотеки в boost и есть такой момент то что нужно проверить заинтересованность пользователя вашей библиотеки случае буста это делается достаточно просто вы в boost mailing list пишите письмо хай меня зовут так то у меня есть такая библиотека делает то-то и то-то что вы о ней думаете интересна ли она вам после чего пользователи буста и разработчики буста начинают комментировать вашу библиотеку говорить что бы им еще хотелось увидеть делиться ссылками просить как-то улучшить документацию предлагать отличные идеи так среди отличных идей для boost dll был запрос чтобы библиотека могла заглядывать внутрь плагина и рассказывать какие функции экспортируются в каких секциях они экспортируются до более того вы не обязаны реализовывать все предложенные идеи то есть если что-то находится за гранью вашей библиотеки то что и не дал изначально не планировалось этой библиотекой сложно реализовывать вы не обязаны это делать и уже непосредственно часть посвященная принятию библиотеки в boost прежде чем вы решитесь на принятие вашей библиотеки в boost необходимо ознакомиться с требованиями требования достаточно там простые то что ваша библиотека должна быть документирована то что все методы и функции должны быть в namespace boost то что код должен быть хороший и библиотека должна быть под свободной лицензией ну как правило это лицензия бустовая это что-то типа мид лицензии еще более облегченной сайт boost library incubator это сайт куда вы можете скинуть ссылку о своей библиотеке как-то ее расписать и пользователи просто будут комментировать вашу библиотеку смысл этой сайта в том что как правило все комментарии которые там появляются они всплывают во время ревью вы можете что-то заранее исправить и если ваша библиотека заранее уже кому-то понравилось он это скажет во время ревью финальный этап это найти ревью менеджера это пожалуй один из самых трудоемких этапов ревью менеджер это тот человек который во время принятия вашей библиотеки в boost будет вам всячески помогать помогать с некоторыми техническими деталями с внутренними каким-то распорядком буста а найти его сложно в том плане что этот человек должен быть уже одним из тех чья библиотека находится в густе допустим вы нашли ревью менеджера вы согласовываете с ним время когда непосредственно происходит ревью вашей библиотеки ревью обычно длится 10-15 дней может быть продолжен продлен как выглядит ревью для разработчика для разработчика библиотеки это достаточно психологически тяжелая задача потому что большое количество разработчиков буста и пользователей буста будут смотреть вашу библиотеку и критиковать и может не нравится документация какие-то технические вещи которые вы приняли какие-то решения интерфейс все это они будут оглашать говорить что им нравится что им не нравится и в конце каждого своего ревью они должны четко указать должна ли ваша библиотека быть принята в буст или не должна быть принята в буст соответственно по истечению ревью периода ревью менеджер подсчитывает голоса да нет он их может взвешивать к примеру там голоса каких-то заядлых людей с буста могут весить чуть больше чем голоса обычных пользователей и на основании этого принимает решение то что ваша библиотека ни в коем случае не должна быть принята в буст может быть принята после дополнительного мини ревью это значит что вы исправляете ошибки которые были найдены во время ревью и после этого еще один ревью для вас идет или то что ваша библиотека принята в буст соответственно если ваша библиотека прошла ревью для вас это время чтобы расслабиться это время когда ваша библиотека будет интегрирована в тестовую матрицу буста, вы увидите ошибки, которые на платформах, которые ранее вам были недоступны, на компиляторах, которые ранее вам были недоступны. Там есть какая-то жуткая экзотика из компиляторов, которую в обычной жизни не встретишь. Архитектуры тоже очень необычные, уже умершие. И Таня, он там гоняется пару раз по RPC, видел. Собственно, это достаточно такой вальяжный период, когда вы исправляете ошибки, как-то интегрируетесь, улучшаете документацию. Все это вы делаете в ветке девелоп. После того, как у вас тесты в ветке девелоп уже достаточно зеленые по тестовой матрице, и после того, как вы исправили все, что вы хотели исправить, улучшили все, что вы хотели улучшить, вы пихаете, пушите ваш код в мастер-ветку, и на этом все. Ваша библиотека будет в следующем релизе буста. Собственно, на этом все. Здесь есть книжечка «Почитать в дорогу» от меня о библиотеках буста. Там короткие рецепты, как ту или иную библиотеку использовать. Ну и у меня знакомые начали стартап свой рекламный. Ссылку вы видите внизу. Ссылка маленькая, потому что знакомых этих я не очень люблю. Вопросы? А по поводу поддержки новой версии. Каким образом все это происходит? Вот вы выпустили библиотеку для буст 1.49. Сейчас уже 1.55. Она вот так иммигрирует между этими версиями? Или самостоятельно, или с вашим участием вы что-то там правите? Там сейчас буст недавно перешел на джид, при этом он еще разбился на модули. То есть каждая библиотека — это отдельный модуль. Фактически вы разрабатываете только свой модуль. У вас там две ветки. Девелоп, в которой вы экспериментируете, что-то новое делаете. И мастер — это то, что уже попадает в следующий релиз. Соответственно, когда начинается релиз, период бета-версии и прочее, основной корневой проект буста, он просто подтягивает все ваши изменения. Вы там тестируете, исправляете ошибки, и все это потом идет в релиз. То есть если вы ничего не делали в процессе этого, то старая версия подтянется. Если вы между релизами буста что-то исправляли, и это попало в мастер-ветку, то это окажется в новой версии буста. А можно микрофоном пользоваться, пожалуйста? Здравствуйте. У меня такой вопрос. А если, скажем, в мастер попали какие-то там изменения, которые как бы караптят библиотеку, и накануне, так сказать, релиза новой версии буста, то есть тесты не проходят из библиотеки, из ветки мастера, то есть что тогда происходит? То есть берется какая-то старая ветка, или она исключается из буста? Ну, как правило, все должно быть обкатано на ветке девелоп. То есть это достаточно сильно уменьшает шанс вот такого вот неприятности. Неприятности бывают в том плане, что когда тестируется девелоп, она тестируется, и все библиотеки тоже из девелопа берутся. Если какая-то новая фишка есть в девелопе, которая еще не перенесена в мастер, из другой библиотеки, там, BoostMove, которую вы используете, а вы закоммитили в мастер, то да, начинаются проблемы. Как раз на это время и есть там внутренний бета-период, там, альфа-тестирование и открытая бета. То есть если в этот момент что-то обнаруживается, у вас есть время, чтобы в девелопе это поправить и запихнуть обратно в мастер, исправив все остальные. Исправив все проблемы. Скажите, какой инструмент строит матрицу с результатами тестов в самом Boost? В самом Boost это самописная утилита на питоне. Она состоит из ряда вещей. Там есть клиентская часть, то есть каждый пользователь может скачать себе программу CurranP, и она выкачивает библиотеки Boost из джет-хаба. На вашем компьютере их собирает, тестирует, после чего автоматом отсылает результаты на сервер Boost. На сервере Boost есть ряд скриптов, которые эту матрицу парсят и апдейтят вот эту вот матрицу уже тестовую. То есть это все самописное, и это все есть в исходниках Boost. Там Boost, Tools и Regression Testing. По-моему, там оно расположено. А скажите, пожалуйста, что произойдет с библиотекой, если вы перестанете ее мейнтейнить, обновлять каждый раз? То есть она будет через какое-то время исключена из Boost? Есть ряд библиотек, у которых разработчики уже либо куда-то ушли, либо просто уже не в состоянии поддерживать, они там чем-то загружены. Если библиотека в течение долгого времени не поддерживается, никак не разрабатывается, есть внутри Boost'а специальная группа привилегированных пользователей, которая может взять заботу об этой библиотеке на себя. То есть там, к примеру, библиотека УИД, она достаточно долго не поддерживается, разработчик куда-то ушел, и у него там завязан, у него там по горло дел. Сейчас ее принимает вот как раз этот комитет, маленькая группа пользователей, и они будут заниматься ее разработкой и усовершенствованием. Boost' фанкшн там уже оказался, но эти люди работают достаточно оперативно, то есть какие-то изменения там в Boost' фанкшн я недавно вносил, чтобы он функции с R-value понимал. Патч там был принят буквально в течение трех дней, без всяких вопросов, так что работает оперативно, библиотека из Boost'а не выкидывается. Спасибо. Вопрос про билд-процесс самого Boost'а достаточно сложный. Как-нибудь думали над упрощением, например, один makefile сделать, чтобы попроще собирать было? Один makefile неудобно в том плане, что сейчас все разбито на модули, и внутри каждого модуля, вот каждый разработчик библиотеки, может менять свой makefile. То есть там есть один корневой makefile, который подтягивает все остальные makefile. Если это все слить в один makefile, там возникнут проблемы с тем, что сразу большое количество пользователей меняет один makefile. Там уже проблемы с правами. То есть самый корневой проект, там у него доступ на запись только у админов имеется. Если этот makefile оставить только в корневом проекте, то сложно будет всем разработчикам его обновлять под свои конкретные библиотеки. можно узнать, когда Boost.dll будет зарелизировано в Boost? И второй вопрос сразу. Тоже меня интересует Boost application, из которого Boost.dll, в принципе, отпочковался. Когда они уже будут? Boost.dll я сейчас как раз нахожусь вот на этом этапе. То есть я ищу ревью менеджера. Делаю я это не очень активно, потому что у меня сейчас на работе дедлайны, и у меня там по стартапу тоже дедлайны. В итоге я не знаю. Я надеюсь, в этом году, чтобы ревью Boost.dll прошла, ну и тогда будет принято в Boost. По поводу Boost application. Там разработчик, с которым я тесно общался, из которого, собственно, отпочкался Boost.dll, он все еще дорабатывает Boost application, и там еще достаточно много работы. То есть там еще не похоже, что оно готово для ревью. Еще надо ряд вещей улучшить. Так что вот не думаю, что в этом году получится. Как на работе относятся к этой разработке? Выделяет ли время и вообще как-нибудь помогает ли? На работе, где я сейчас работаю, относятся к этому делу хорошо, потому что там очень активно используют библиотеки Boost, и у нас мы обнаружили ряд ошибок, ряд недостатков по конфигурации. Там для Android были проблемы, еще в паре очень экзотических мест мы находили проблемы. Соответственно, относится положительно в том плане, что если это попадает в релиз, это еще дополнительно и оттестивается, и нет необходимости накладывать свои собственные патчи на Boost. Ну, в принципе, все. Но это не значит, что на работе можно только Boost заниматься. Все, вопросов, видимо, больше нет. Спасибо Антону. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ